Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Темиртауских школьниц продали в сексуальное рабство. Караганда недочищенная. Депутаты Маслихата вышли на улицы. Ям на дорогах не будет, так заявили дорожники. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При проведении работ по укреплению забоя погиб один рабочий. В данный момент следователи проводят доследственную проверку. Горняк погиб, получив смертельную травму на шахте имени Кузембаева, принадлежащей акционерному обществу Арселар Митл Тимуртау в городе Саране. Трагедия произошла во вторник, 15 апреля, в 16 часов 20 минут. При проведении работ по укреплению забоя получил травму и скончался на месте 52-летний проходчик. На место выехала следственная оперативная группа. Ведется расследование. Ожидается результаты работы комиссии. В Семертау раскрыли преступную группу, которая занималась продажей школьниц в сексуальное рабство. Чем моложе и невиннее были девочки, тем дороже они стоили. Преступников арестовали, когда они пытались заключить сделку с клиентом, готовым заплатить 130 тысяч тенге за девственность школьницы. Сутенеры не знали, что любитель малолеток на самом деле сотрудник правоохранительных органов. ДВД Карганейской области прокомментировала скандальную историю двух школьниц из Семертау, которых продали в сексуальное рабство. Напомним, что 47-летний мужчина и 19-летняя девушка арестованы по подозрению в торговле людьми. Полицейскими управлениями по борьбе с организованной преступностью была организована покупка одной из несовершеннолетних. При получении денег от предполагаемого клиента подозреваемые и были задержаны с поличным. Девочки, которые собирались продать из благополучных семей, однако занимались бродяжничеством, задержанные во двориной в изоляторе временного задержания, проводятся расследования. Во время очередных бродяжнических скитаний девочки и попались в руки сутенеров. Школьниц привезли в Караганду. Три дня они жили в доме 47-летнего преступника. – Давно здесь живешь? – Нет. – Сколько? – Второй день. – Второй день? – Да. – Школу не посещаешь? Так что делаешь? – Получается, меня сюда позвали за работу денег. – Кто позвал? – Надя. – Надежда? – Да. – Каким образом заработаете? – Проституцией. Стоит отметить, что задержанный уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за сводничество, а его соучастница состоит на учете в органах внутренних дел. Сергей Высокосов, Бакия Руспанов, 1-й Карагандинский. В областном Маслихате прошел брифинг по итогам образования новых составов областной и окружных избирательных комиссий. Выбирали депутатов областного, городского, районного Маслихатов и участковых избирательных комиссий. Выбор нового состава избирательных комиссий проходил в соответствии с требованиями законов о выборах в Республике Казахстан. С 10 февраля до 14 марта текущего года временные комиссии занимались сбором и обработкой предложений от политических партий и общественных объединений. На сессиях областного, городских и районах Маслихата в Карагандинской области было избрано более 7 тысяч человек в состав 1102 избирательных комиссий. Все предложенные кандидатуры прошли проверку на отсутствие судимости и дееспособности. 103 человека, не прошедшие проверку в Генеральной прокуратуре, были заменены теми же партиями и другими людьми. Из сформированных составов участковых комиссий областная и избирательная комиссия обновилась на 60%. Среди них 67% составляют женщины, а мужчин 33%, пенсионеров 4%, по национальному составу казахов 69%, русских 20%, а других национальностей всего 12%. Сформированные избирательные комиссии являются государственным избирательным органом, организующим подготовку и проведение выборов в Республике Казахстан. Срок полномочий избирательных комиссий составляет 5 лет. Николай Кровец, Алжас Габасов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. Ям на дорогах больше не будет. Это заявление дорожников должно обрадовать автомобилистов. В Караганде для обеспечения и непрерывного движения автотранспорта на автодорогах проводится работа по ликвидации образовавшихся ям и выбоин путем укладки брусчатки и холодного асфальта. 10 апреля было проведено комиссионное обследование автодорог, требующих ремонта, и было решено начать восстановительные работы. Они проводятся по следующим улицам Веркена-Абдирово, Ерубаево, Университетское, Муканово и Сейфулино. В этом году на ремонт дорог выделено более 3 миллиардов тенье. Ямочный ремонт проводится на самых разрушенных участках. В этом году запланированы профилактические мероприятия в виде текущего ремонта, где будем также проводить ямочный ремонт на локальных участках, то есть на наиболее таких разрушенных участках. По словам чиновника, ремонт временный продлится до сентября этого года. Дороги будут перекрывать лишь частями, чтобы не возникли проблемы с общественным транспортом. Чиновники говорят, что после запуска асфальтовых заводов все будет залито асфальтобетоном. Амина Смагова, Ожас Габасов, Бутя Роспанов, Первый Карагандин. Караганда недочищенная. Сегодня народные избранники выезжали на проблемные участки некоторых городских улиц. Депутаты хотели узнать, как в Караганде проходит санитарная очистка территории и каково приходится жителям, у чьих домов паркуется пассажирский транспорт. Николай Кровец расскажет подробнее. Вот эта машина для вывоза мусора уже не в первый раз сегодня приезжает в район вокзала Караганды. Качество уборки этой территории под сомнением. Бутылки из-под разных напитков городские уборщики выгребают из остатков мусора прошлой осени, а может даже и более раннего периода. По мнению депутатов, систему уборки городских улиц нужно в корне менять, чтобы она стала более эффективной. Как сейчас проходит санитарная очистка Караганды, народные избранники наблюдали вместе с представителями районных акиматов. Стараемся раз в день выезжать. У нас есть технический надзор, который смотрит и контролирует уборку вывоза мусора. Записываются объемы, рассматривается чистота, насколько чисто это все убрали. Другой объект, который посетили депутаты городского Маслехата, находится на юго-востоке. Здесь народные избранники увидели, как на улице Гапеева водители одного из автопарков Караганды организовали стоянку для своего транспорта. Нам кажется, что остановка транспорта не санкционирована. Но, с другой стороны, если, допустим, я санкционирую, то должен знак какой-то стоять. Люди все равно жалуются. И вообще подобные остановки не должны стоять под окнами людей. Люди жалуются. Люди говорят, что автобусы тут останавливаются постоянно. Особенно часто это происходит в обеденное время. Водители и кондукторы тут трапезничают и оставляют после себя многочисленный мусор. Это вызывает недовольство у местных жителей. Посмотрите, сколько машин, конечная остановка. На эту сторону форточку не откроешь никогда. Весной здесь пройти нельзя. Нельзя. Потому что здесь все заливает, и люди ходят кругом. Депутаты городского Маслехата пообещали разобраться в этой проблеме и написать обращение, куда положено. Если автопарку удобно здесь останавливать свой пассажирский транспорт, то они должны благоустроить площадку и создать необходимые условия для своих работников, не забыв при этом про комфорт для жителей рядом стоящих домов. Народные избранники посоветовали перевозчикам, куда следует обратиться. Нужно тогда обратиться в Акимат, чтобы они дали разрешение для того, чтобы здесь организовать именно отстойную площадку для пассажирского транспорта, благоустроить ее за свой счет, конечно же, сделать здесь какой-то пункт питания именно для водителей, кондукторов, которые выезжают на линию. Вот тогда это будет цивилизованным подходом к решению этой проблемы, а не так – заехал, бросил и уехал. Далее депутаты отправились на другие объекты. Все увиденное во время объезда они собираются обсудить на заседании постоянных комиссий. Николай Кровецкий, Рад Рашитов, Бахтя Руспанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка «Галвин» представляет. Эконом-серия «Профиль Галлтек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Кастинг «Айелаган Астана» в Караганде получился многолюдным. Чтобы продемонстрировать свои таланты, гостям из Астаны собрались все поющие дети шахтерской столицы в возрасте от 8 до 12 лет. Победителя будут награждать в Астане на День столицы. Чем наши юные таланты удивляли жюри, узнаете из следующего сюжета. «Айелаган Астана» – это республиканский конкурс поп-исполнителей, иницированный Акиматом Астаны в 2013 году. Мероприятие организовывается при поддержке детской новой волны. Конкурс уже стал самым весомым событием в области детской музыки Казахстана. В этот день участники кастинга пели популярные зарубежные казахские народные песни. Жюри, которое оценивало участников, не понаслышке знает, что такое волнение. Поэтому сегодня они, как могли, поддерживали маленьких певцов, давали им профессиональные советы, а некоторым даже подпевали. Тот, который победит на конкурсе, который будет проходить в преддверии дня столицы нашей, он поедет представлять нашу страну уже на Юрмалу, на детском конкурсе «Новая волна». Среди уже других стран будет представлять Казахстан. По правилам конкурса ребята не только должны хорошо петь, показывать отличные вокальные данные, но и уметь вести себя на сцене и, конечно же, зажигательно танцевать. Али Лаган, Астана – это детский музыкальный конкурс, призванный воспитать новое поколение талантливых казахстанских певцов, которые будут гордиться в будущем страна. А победителя проекта будут награждать в Астане на День столицы. Ажазират Дреймова, Айдны Жакан, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Вот уже третий год. 15 апреля в Казахстане отмечают День влюбленных – Козы Горпеш и Баян Сулу. Отмечая данный праздник, молодежь страны пропагандирует национальные традиции. В этот день проводятся различные конкурсы, акции и развлекательные программы. Во Дворце культуры Горняков прошел гала-концерт. Гостями были и наши журналисты. Организаторы мероприятия еще два месяца назад объявили конкурс в социальных сетях по разным номинациям «Лучшая пара», «Лучший видеоролик», «Лучшее любовное письмо». И на праздничной встрече торжественно объявили итоги. Организаторы говорят, что такого рода встречи будут проводиться и впредь. Сегодня мы организовали для молодежи праздник День влюбленных. Пригласили артистов из Алматы Кукшетау. Конечно, активное участие принимают и местные таланты. Проведение таких встреч дает огромную пользу для нашей молодежи. Хочу сказать спасибо всем участникам. В этот светлый праздничный день для собравшихся была организована концертная программа с участием молодых исполнителей. Команда веселых и находчивых тоже выступила с интересной программой. Мелодичные песни для влюбленных зрители слушали с огромным удовольствием. Молодой певец, победитель казахстанского конкурса «Жулдэс дэсайд» Арман Каренсау исполнил для зрителей Караганды замечательную композицию. Зрители, которые пришли на концерт, заражали свои эмоции. Ведь для них такой праздник, как День влюбленных, дает уникальную возможность поздравить любимого человека и выразить свои чувства. Я очень рад, что для нас, молодежи, организовывают такие концерты. Мне сегодня все понравилось. Раньше мы праздновали День Святого Валентина, хотя этот праздник не имеет к нам никакого отношения. А вот теперь у нас появился свой праздник – День Кузыкур-Пеши-Баян-Салу. Всех поздравляю с праздником. К сожалению, не все знают, что с 2011 года, именно 15 апреля, в нашей стране отмечают праздник влюбленных. Организовывая такие концерты и всевозможные конкурсы, молодежь поддерживает новую традицию. Вот так у нашего народа теперь еще один праздник. И еще один повод, чтобы поздравить друг друга в теплый весенний день. Гульнов Жакен, Габиден Курушпеков, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Научить беречь природу нельзя только словами. Для этого нужны конкретные дела. В Карагандинском зоопарке организовали традиционную выставку к Международному Дню Птиц. Дети уже представили около одной тысячи работ. И до подведения итогов осталось совсем немного времени. В начале апреля во всем мире отмечается День Птиц. Поэтому в Карагандинском зоопарке организовали конкурс среди детей и школьников, посвященный этой дате. Подобное мероприятие проходит уже 20-й год и постоянно собирает множество юных любителей пернатых. Свои отношения к природе они выражают через разного рода поделки. Учитель биологии школы номер 34 Назгуль Бахтыбаева с удовольствием откликнулась на акцию «Ко дню птиц». Она предложила своим учащимся принять в ней участие. Работу, которую выполнили ее ученики, уже передали в Карагандинский зоопарк. Среди них – черный аист. Эту поделку ученица школы сделала в технике оригами. На самом деле уже осталось только две птицы, можно сказать, на территории нашей Карагандинской области. Это Каркарлинский район. Тем самым я считаю, что ребенок, сделав руками своими вот эту поделку, он уже на всю жизнь запомнит, что именно сейчас необходимо бить тревогу о том, что, да, действительно, природу надо беречь, в том числе и птиц. На конкурс дети представили разные работы, но большинство – это голуби, птицы мира и добра. Все детские работы будут оценивать семь человек. Это сотрудники зоопарка, художники и даже литераторы. Самые лучшие творения не останутся без подарков. Выставка обещает быть очень интересной, очень большой, очень разноплановой. Еще раз пользуюсь случаем, приглашаю всех карагандинцев 20 апреля в 12 часа. В рамках нашего праздника пройдут интереснейшие викторины – конкурс рисунков на асфальте. Все ребята, которые приняли участие, будут те, конечно, которые получат первые, вторые, третьи, четвертые, пятые места, награжденные дипломами и подарками. Маленькие жители нашего города еще могут принять участие в конкурсе, смастерить интересную поделку или написать сочинение «Ко дню птиц». Лучшие работы будут оценены по достоинству. Николай Кровецк, Рат Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Саугул, Мстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова